Дорогие друзья, мы должны поменять человека сегодня, без которого бы ничего не было. Вот можете просто, ни рук мужики тут, ни нас с вами, мы не сидели бы тут никогда, не даже не ждали бы друг друга. А как получилось, Тропила был издранный директор фирмы «Мелодия», и они на совете фирмы «Мелодия», как он мне рассказывал, думали, сидели, что мы на такой восемь, чтобы фирму поднять. А как поднять? Всё есть, всё уже, народ не покупает ничего. Кто-то говорит, а вот такой Аркадий Северный. Да, все знают, всё же. Давайте выпустим пластинку Аркадия Северного. А где оригинал? Где голос? А некоторые, мы не слышали, как он поет. Начали искать, появился Юра Белый, покойный, который в Израиле умер. И он говорит, я его знаю, мы друзья сто лет. И вот помню, в Нью-Йорке залезали я в ванну, вдруг раздается такой резкий звонок в телефоне. Можно Дольфа? Я говорю, да. А вы знаете, мы за ним с фирмой «Мелодия». У меня мурашки поселы, и вот он всегда, я подумал, что вот это треплется. Мы звоним, да. Есть у нас, наш руководитель торпела, сказал, что у вас есть оригинал Аркадия Северного. Я говорю, есть, давайте как-то перешлите, или приезжайте. Приехать можно было только с вызовом. Мы вам сейчас высылаем вызов от Советского Совета. То нахрен не нужно, да, то давай приезжай. А фирма, ну, я думаю, я уже мокрый, вон, я думаю, что в любви кто-то шутит. Да, в любви, да. Как убедиться, что это правда, я говорю, это правда, сейчас, где он посылал, он вышел. Ну, хорошо. Приходит, вышел, я иду с ним в Советское посольство. Они говорят, зачем вам туда ехать? Действительно. Я говорю, вы посылки пластинков Северного. Кого? Кто? Северного. Антисоветик. Вы, наверное, сама сошли. Да. Я говорю, вот, звонили сейчас с «Мелодией» звонили. Перестройка, гласность, надо. А все хотят, выброс эту пластинку Северного. Надолго вам, я говорю, не знаю. Вот я начал с этого момента, ездить сюда. Замечательно. Через 2-3 месяца приезжал. Встретил меня в лесную фотографию, кстати, Тропила с нынешним заместителем своим, который теперь, я забыл, как пацаном был тогда. В общем, вот, и вот мы, я им дал оригинал этой записи, и на этой пластинке фирма «Мелодия», а за ней Советский Союз заработал миллионы долларов. Конечно. Это была первая пластинка, которой народ хватал, как... Как горячие пирожки. Да, потому что такого не было, что в Аркадии Северной из-под Воротни откуда-то... И вдруг звезда первой личины... И вдруг он на весь Советский Союз. Так что, братцы, не просто так, а мы должны вспомнить, и сколько сделал Тропила потом, когда ему пришлось уйти с поста директора, он, он, Светочная фирма, Светочная улица, пришел на завод, стал выпускать нелицензионные пластинки. Огромное количество золот бы прогорел, и, может быть, даже и Россия бы прогорела, если бы не было этих пластинок. Потому что он выпускал все, укуляционеров где-то брал, записи, еще и не боялся, это же подсудное выдело. Могли прийти его... Слегко. Сразу же. Видимо, знал кого-то. Сразу же. Знал, он же в Мелодии не зря работал. И он четко держался. И, можно сказать, Мелодию фирмы держал. И вот эту фирму, которая печатала, все держал на себе. Это был замечательный человек. И что я хочу сказать, до того, он же баянист там, и он преподавал баян, и записывал все наши великие группы. Все наши великие группы через второй кружок баянистов прошли. Он его должен записать. И сколько России обязано ему. Ему нужно памятник поставить. На самом деле. Он спас... Был какой-то момент, когда он спас Россию. Вот. Это нищая слова. Так что, надеешься, когда-нибудь кто-нибудь, его фигура и держит пластинку в руках. Вот это должно быть. Ну все, надеюсь. А я вот добавил. Рудик, Рудик, Рудик. Да. Как рабочий колхозится, вы вдвоем пластинку держите. Да, вдвоем. Вот так оно лучше было, смотрелось бы. Да? Ты же тоже же приложил. Да. Ну все очень. Да, я не могу .